Рис по 42 рубля, чай по 23, гречка, выращенная фермером Юрием Лужковым, по 39 рублей за упаковку. Социальный магазин в Гвардейске делает ставку на количество. Той же гречки за месяц продали тонну. У нас низкие цены, но за счет большого количества магазин практически может работать без большой прибыли, но рентабельно он может работать. И определенные месяца у нас это получается. Этот магазин работает 4 года. Раньше только для пенсионеров и инвалидов по удостоверениям. Но сейчас отовариться здесь может каждый. Ежедневно в социальный магазин приходят до 250 покупателей. Особенно поток возрастает в дни выплаты пенсии. Наценка на молоко и хлеб здесь 5%, на мясо, крупы и яйца не более 10%, тогда как в торговых сетях доходит до 40%. Впервые об открытии социальных магазинов в регионе заговорил глава Николай Цуканов за полгода до губернаторских выборов. Идея выглядит так. Владельцы торговой точки освобождаются от арендной платы. И за это делают минимальную наценку на товары. Помещения под магазины должны предоставлять власти. Но на деле оказалось все не так просто. Я видел просто те материалы, которые дали под магазины. Бывшие полуразрушенные клубы, непонятные какие-то строения, какие-то киоски типа лилии. Ну, все неправильно. Должно быть капитальное строение, должна быть система отработанная какая-то. Доставки, вот видите, магазин доставки товаров. В районах банально нет нормальных помещений. Да и найти торговцев, которые будут работать на грани рентабельности, тоже непросто. В Гвардейске удалось сохранить сеть муниципальных магазинов. И за счет их успешной работы открыть еще один – социальный. Здесь собственником выступает муниципалитет, который берет на себя все затраты. А вот в целом по региону вместо 22 торговых точек для бабушек открылись лишь 4. И Калининграду, кажется, появление такого магазина тоже не грозит. Социальный магазин – это вещь мутофорская. За счет чего там должна быть ниже цена, объясните мне. Никто мне на это ответить не может. Ну, мы уберем арендную плату. На основании чего – непонятно. По словам мэра, найти помещение в Калининграде под социальный магазин он не может. Возможно, калининградцам это и не нужно. Правда, не все жители, особенно пенсионеры, с ним согласны. Ну, может, ему и не надо. Может быть, да. Глава города, он получает не 15 тысяч пенсии, я так думаю. По словам пенсионеров, от социальной торговой точки они бы не отказались. Мини-рынки как альтернативу, предложенную мэром, они отвергают. При средней пенсии в 15 тысяч рублей социальные цены все же предпочтительнее. Юлия Парамонова. Настоящее время. Калининград.